ну что ж давайте закончим перерыв и займемся сайдами наконец-то а потом пойдем уже по сюжету в гилле так первый квест нас ждет в мэрии и бы все это типа скрытые квесты о элли и лоид кун дедушка извини что на протяжении столького времени я не выходила на связь я не знаю как отблагодарить вас за то что вы спасли нас или помогли нам с этим вопросом как мы можем выразить вам свою благодарность да я на самом деле мало что сделал я просто попросил одного из участника аукциона который также является представителем парламента в деталях не описать и насчет этого аукциона нет на самом деле это вы очень много сделали чтобы остановить представителя чтобы он ничего не сделал такого ну как бы то ни было большое вам спасибо еще раз ну в этом конечно нет нужды в конце концов вы спасли мне жизни ранее поэтому это меньшее что я мог вообще сделать в ответ на мое спасение так кстати говоря а эта девочка это она да ее зовут кия приятно познакомиться дедушка у вас такая большая белая борода это так клево клево да вы зал забавная маленькая дед а вы забавная девушка да уж яркая веселая и обладает очень странной необычаемой харизмой насколько я слышал у вас амнезия и вы ничего не можете вспомнить да так и есть пока что ну сейчас мы думаем обратиться к гилде за помощью чтобы они проверили ее историю амнезия и амнезия и они действительно смогут сделать все что в их силах чтобы помочь ну в любом случае если у вас возник возникнут какие-то неприятности вы всегда можете обратиться и ко мне амнезия и амнезия и амнезия и которые сейчас связаны ничего не может сделать но я не собираюсь просто закрывать глаза на это дело я не оставлю без внимания глупцов которые задумали причинить вред невинному ребенку дедушка лишь эти слова дает нам надежду и обнадеживает и и вы такой клёвый мэра макдаул можно вас на минутку а о представитель хардман представитель хардман и мы могу вам помочь как вы видите в данный момент у меня гости а прошу прощения но это очень срочный вопрос я бы хотел чтобы вы еще раз рассмотрели недавнее предложение империи а понятно я понял вашу точку зрения мэр но я хочу чтобы вы поставили себя на моем месте или же вы хотите воспользоваться ситуацией и вступить в сговор с Кэмпбеллом и его людьми я не собираюсь вставать на сторону республиканской фракции и само собой я не собираюсь встать на сторону империи хорошо мы посмотрим как вы сможете продемонстрировать свой взвешенный подход События которые случились на моей скромной вечеринке недавно принесло вред всему автономному округу и репутации мне прям интересно как вы собираетесь возместить ущерб по похоже нам придется еще раз с вами все это обсудить s а ребята мне очень жаль Мы все-таки проделали такой путь, чтобы повидать меня, но сейчас я занят А, да нет, вы что? Пожалуйста, не беспокойтесь о нас Да, прошу простить, мы пойдем, дедушка До встречи До встречи, дед с бородой Да уж, забавно Да, мэру приходится нелегко Да Ну, я много раз видела подобные сцены в прошлом, но Но трудно поверить, что человек, стоящий за преступным криминальным аукционом Может зайти так далеко В открытую Ничего не боясь Это означает, что он действительно очень сильно уверен в том, что все это не станет большим скандалом В каком-то смысле Мне кажется, что он намного хуже, чем мафия даже Эй, эй, Ллойд Этот дед Он не просто Крутой Классный Он еще и Супер сильный Супер сильный Почему ты так думаешь Ну, потому что тот грубый дед Пришел со своими товарищами Не так ли И он, скорее всего Нет И он взял их с собой Потому что подумал, что проиграет Хорошему деду Если будет один Если придет один Э Ну, ребят, логично Представителя, похоже, сопровождали Влиятельные Члены имперской фракции Хм Ну да, это действительно Один из вариантов Окей, опять в точку Да, она просто красава Хм, тогда, наверное, я все-таки ранее недооценил Мэра И слишком беспокоился Но все равно Хотел бы я чем-то помочь Так, а вот и квест О, ребята Как там ситуация В кабинете мэра Э О чем это вы Не, просто я видела, что представитель Хартман Только что пришел со своими приспешниками Такое часто происходит Но в этот раз Как-то это заставило аж немного побеспокоиться Я почувствовал что-то странное прямо А-а-а Вот как Ну я тоже немного беспокоилась Поначалу Но думаю, что с мэром Все будет в порядке Правда? К сожалению, вот в такие моменты Сотрудники мэрии Бессильно Я бы хотел бы предложить мэру Что-нибудь в знак нашей признательности За все, что он делает Вот как На самом деле мы Тоже как раз про это думали ранее Тогда, может быть, действительно мы что-нибудь Придумаем Для дедушки А как насчет того, чтобы угостить дедушку Как его любимой едой Вот Понятно Ну Думаю, он действительно будет рад Так что это хорошая идея Да, действительно Ребята Если вы не против, не могли бы вы пойти и купить любимый Любимый напиток мэра Вроде бы его можно купить в автомате А, нет Думаю, их можно купить у киоска С соками С соками Возле фонтана А, хорошо Это будет довольно быстро и легко Кстати, а какой именно Любимый напиток мэры Я, конечно, не знаю всех подробностей Но я слышал, что это то, что не находится в обычном меню Это предмет Это напиток, который продается только в секретном меню Вот так Ну, если вы спросите у продавца Я думаю, он вам поможет Ладно Тогда отправимся к этому киоску с соками На площади с фонтаном Погнали Ну, ребят, вот такой вот квест Какая глава, такие квесты Так, кстати А где киоск? М-м-м-м Его нету Ну, фонтан-то тут, имелось ввиду тут, ну да, я тоже помню, что тут что-то было когда-то. Или нет? Ладно. Пойдем на центральную. А, стоп, тут и, блин, это же вообще киосков теперь нет. Да, весело. Тоже ничего. Так, ну погнали в порт. Ну, видно, в этом и заключается квест, поискайте его. Ну, там-то не то. Ну, там-то. Ну, там-то. Весело. Ну, пойдем в район развлечений, там тоже вроде что-то было. С соком, по-моему, то ли тут было. Опа. Блин, оказывается, тут еще скрипт есть, если подойти в определенном месте. О, странно. Веск с соком на площади у фонтана был вроде где-то здесь, нет? Нет. Да. Да. Я тоже так думала. Может быть, он переехал куда-то в другое место? То есть, мы не можем купить то, что нужно для дедушки? Ну, я думаю, что вряд ли они выехали за пределами города. Ну, что ж, давайте осмотримся в городе, может, найдем где-нибудь. Да? Поищем. Так, тут мороженое и все. Еще раз проверим места, то вдруг после этого скрипта что-нибудь изменилось. Может, у какого-нибудь выхода из города. О, вот он. Так, стоп. Я же минуту назад здесь был. Ладно. Скрипты такие скрипты. Добро пожаловать. Как насчет вкусного напитка? О! Это киоск с соком. Солар заходил вроде. Ну, кстати, вы же обычно находитесь у фонтана, верно? Да, но иногда я меняю место и открываю здесь свой киоск. Ну, в любом случае. Я рад, что вы здесь. Вы зашли для того, чтобы купить свой любимый напиток или как? Так. Ну, вообще-то... Так. Они объясняют, что пришли, чтобы купить то, что обычно мэр заказывает. А, то есть вы хотите это для мэра купить? Ну, что ж, тогда подождите минутку. Я сейчас приготовлю. Ну, вот. Кстати, точно. Специальный томатный коктейль. Точно. Я вспомнил, что он... Он же любит вот этот необычный коктейль томатный. Это... Ну, да, я знаю о том, что дедушка любит горькие напитки. Но это... А, это еще и горькие, точно. Потому что там именно не просто помидоры, а горькие которые. Так что вообще же есть. Этот напиток очень хорошо снимает усталость. Но он слишком горький, поэтому он находится только в секретном меню. Я, кстати, приготовила чуть больше, чем нужно. Поэтому не хотите сами попробовать? Эм... Эм... Ребят, конечно, хотим. Сейчас будет весело. Ну что ж, тогда чуть-чуть попробую. Ну ладно. Если это любимый напиток дедушки, нужно хотя бы знать об этом, по крайней мере. С осторожностью и страхом Ллойд и Элли пробуют фирменный томатный коктейль. Невероятно горький вкус медленно начинает... Эм... Эм... Так сказать... Вливаться в их горло. О, восстановили Сипи. Так, кашлят. Похоже, что для тела в целом это действительно довольно полезно. Да, но все-таки слишком горько. Хм... Ну конечно, как иначе. Хм... Нет, нет! Так, ээээ... Кия взяла томатный коктейль и отпила через соломинку. Эй, стой! Кия тян! Так, она пьет. Плотает. Ой, как вкусно! Ты выпила все? Ничего себе, Кия тян! Ну ты даешь! Хм? Что такое? Ну да, он немного горький. Но зато очень вкусный. Ну, ладно. Раз с тобой Кия все в порядке, то ладно. Хм... Какая интересная девочка. Ну, в любом случае. Спасибо вам. Да, кстати, сколько нам нужно заплатить за это? Да не-не, сегодня я дам это бесплатно. Мэр очень хороший мой клиент, поэтому... Я в большом долгу перед ним... А, нет. Мэр очень хороший клиент. А еще я в большом долгу перед ним за все, что он делает. Так что, пожалуйста, дайте это... Этот коктейль ему в знак признательности от меня. Да, но... Ну ладно, большое спасибо. Ну, мы обязательно скажем про вас, мэру. Мда. Доказательство, что Кия не человек. Хм... Ну что ж, прошу простить меня. Боже ты мой, какой прямый старик. Так. Так. Особенно после такого любезного предложения со стороны... Блин, ничего себе тут сочетание. Со стороны... Его превосходительства представителя. А ладно, не важно. Как минимум нам удалось донести до него свою точку зрения. И самое главное, что мы готовы разобраться с Кэмпбеллом и его людьми. Сейчас самая большая проблема... Это... Совершенно бесполезные ревачи. Верно. Может не стоит это обсуждать перед нами? Ну ладно. Может не стоит это обсуждать перед нами? Ну ладно. Для... Помощи представителя. Пожалуй, я воздержусь... От встречи с Маркони некоторое время. Что важнее, мы должны сегодня вечером провести встречу. Сообщи... Всем членам имперской фракции. Вообще всем членам... Всем людям, которые из империи связаны с нами. Да, сэр. Да, я сейчас немедленно... Свяжусь с ними. Что-то они задумали. Нехорошее. Похоже, они закончили свое дело. Да. Пошли к дедушке и дадим ему напиток. Пока есть возможность. Прошу прощения. За то, что мы так часто заходим к вам и мешаем. А, это вы? Простите, что так получилось ранее. Да нет, вы что? Похоже, вам нелегко пришлось. Дедушка, все в порядке? Да, все в порядке. Я уже давно научился... ...правляться с таким давлением с их стороны. Ну, что случилось? Вы что-то забыли? А, не. Ну же, Кия, давай. Да? Так, Кия вручает мэру Макдалу особый томатный коктейль. О, это же мой любимый. То есть, вы решили пойти и купить его для меня? Да? Это от всех нас. Дедушка, я слушал, что вы действительно очень много работаете. Да, девушка у рецепшена тоже попросила нас сделать это. И, кстати, работница у киоска с соками тоже была очень добра к нам и предоставила это бесплатно. Ну, Солар, ну да. Так, вернемся к тексту. Понятно. Я понял, это действительно подарок прямо от всех вас. Так, какой-то запах горелого, походу, с улицы. У меня тут окно приоткрыто. Я уж, знаете, испугался, неужели у меня тут что-то горит? Спасибо. Лейткун, Эли и Киэкун. Благодаря этому я смогу стать более энергичным сто раз. Не смогу, не смогу более активно работать вторую половину дня. Пожалуйста, не нужно переусердствовать. Да, кстати. Я хочу тоже дать тебе кое-что. Или вам скорее. Я тоже хочу дать вам кое-что в благодарность за подарок. Так. Так, мэр Макдаул взял с нижней полки небольшой бумажный пакет. Это очень ценные лекарственные травы, которые подарил мне один друг из республики какое-то время назад. Пожалуйста, примите. О! Это порошок дзера. Ну, который восстанавливает сипи. Не, мы не можем это принять. Вы что такое говорите? Именно такие молодые люди, как вы, которые часто находятся в зоне риска, должны иметь при себе подобные травы. Пожалуйста, примите. Я понял. Хорошо. Тогда большое спасибо. Мы ценим это. Спасибо, дедушка. Отлично. Отлично. Так, а второй квест. Мы же вроде с ней. А, вот он. Второй квест у Ребекки. Тут, насколько я понимаю, просто пойти и убить пару монстров. Блин, ски, серьезно. Блин, ски, серьезно. А, да. В секторе А2. Вроде появился какой-то монстр, который нужно уничтожить. Я, к сожалению, не смогла вам отправить информацию о нем по Орбл-терминалу, поскольку он находится на техобслуживании. Говорят, что он очень опасный, поэтому стоит все-таки предпринять какие-то меры. А, это все? Ну, короче, это просто наводка, что там есть монстр, хотите убейте, хотите нет. Так, сегодня у Орбл-терминала находятся на техобслуживании, поэтому у Фран тоже выходной. Во время фестиваля она действительно работала без перерыва. Я надеюсь, что она сможет немного отдохнуть и восстановить силы. Так, все. Ну, да, пойдем ски, а как иначе? Сейчас посмотрим. Так, сектор А2. Ну, да. Ну, как по мне, лучше бы этот квест тут не был, учитывая, что да. Ну, я тоже думал, что не пустят, но пустили. Ну, а типа этот квест как бы вообще, как там вообще не в тему, как по мне сейчас. Ну, ладно. Ну, ладно. Эм, блин. Пропустил гиф. Ну, ладно. 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 Ну, ладно, ладно. Ну, ладно. боятся и убегают а вот какой-то смелый а вот и бафу дают на силу и на скорость а а но и к а а а и а а а а а он не промахнула почему только лойда это чё такое надо надо и кей так ладно Поехали! О, это не обязательно, но ладно. Так, не сюда. Серьезно? Ну, он где-то тут тогда должен быть, а больше особо некуда идти. Немного поспали. Вот он. О боже, это что за огромный комар? Давай, южешь. Поехали! 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 Спасибо! Поехали! 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 Играл код, здравствуй. У нас впервые в чате. Раз видеть. Ага. Огонек, ребят. Поджигаем. Ллойд, проснились. О! Она позвала Цайта. Хорошо горит. Хорошо. Элду, кудо. Играл код, играл код, играл код, играл код. Столи! Лайдо,頑張れ! Ореの番だな! Сせるか! Каааа! Катта! Мадまだいける! ну все ребят погнали на гилде вот он короткий путь был а он потом откроется салат после посещения гилдии к сожалению сейчас недоступен третий крест прошу простить за вторжение ово ой вы только посмотрите это же мальчик из отдела поддержки да ребят наконец-то его озвучка добро пожаловать в гилде у брейсеров здравствуйте мишель сан прошу прощения за столь неожиданный визит но все таки вы не каждый день последнее время заходите к нам но у вас все в порядке я слышал о том что у вас были небольшие проблемы с ревальчиком значит до вас тоже дошли слухи ну с этим мы можно сказать разобрались эй лоид а почему этот дяденька говорит как женщины петян прошу прощения на еще маленький маленький ребенок и кота о комико чан какая у нас тут хорошая кошечка кто не ваше то среди но стайдю и моногарин а видите ли видишь ли у каждого человека имеется свой стиль в моем случае именно такой стиль речи мне больше всего подходит точно так же как тот наряд который одет на тебя и тебе действительно он очень идет понятно ну ки считает что то как говорит дяденька очень миленько и приятно богиня вы только посмотрите что важнее может ты перестанешь называть меня дяденькой пожалуйста зови меня мишель о мишель о матвей правда чтоб ты уверен что от оттуда ладно значит они подправили какая хорошая девушка это ваша знакомая да по правде говоря на самом деле мы как раз пришли в гилд для того чтобы поговорить об этом ребенке и о у нас гости о лоидку как раз спасибо за то что вы сделали ранее как необычно не могу поверить что вы решили прийти в гилде неужели вы решили прийти для того чтобы встретиться с нами или случаем вы не приехали для того чтобы встретиться с нами потому что соскучились опа а это девочка ой все ой какая миленькая девочка а что происходит лоидкун это ваша знакомая ребят сейчас бы она лэйс тут да зовут ее кия старшая сестренка твои волосы прямо прыгают туда-сюда да неужели ты фрейсер да меня зовут эстер это мой брат ёши понятно значит тебя кия-чан зовут да приятно познакомиться да да уж они быстро поладили эстер ну эстер из тех людей которые прямо тянутся дети и и сама эта девочка кажется действительно очень дружелюбной тоже сэрэна оригами тюрь а звучит аутентично ну в сравнении с тем что мы видим ну и вы похоже хотели что-то обсудить насчет этой девочки девочки ну и в чем проблема поднимемся на второй этаж и обсудим да 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 если вы не возражаете а вы хотите поговорить похоже что-то происходит матвей да знаю 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 я видел там комментарии от скажем так люди оттуда которые жаловались что на них сильно давит но именно он глава пытался все-таки оставить это на место но к сожалению не получилось все так вернемся к тексту да как так вот это значит я не не но я заметил что атмосфера подполь на этой неделе было действительно очень напряженной ну и ну я никогда не ожидал подобного поворота ну в свою очередь полиция пока что решила согласиться с предложением ревача поэтому мы будем очень признательны если гилд я пока что учтет то что мы только что ранее сказали и будете потише так сказать ну ладно ничего не поделаешь в данный момент мы являемся аутсайдерами в этом деле но тем не менее я не могу поверить что вы решили проникнуть под прикрытием на шварц аукционе а вы неплохий я прямо пересмотрел свое мнение правда ну мы тоже очень усердно пытались хоть что-то выяснить и что важнее не могу поверить что карту с приглашением вам дала рэн о боже это девочка я хотела бы чтобы это нам она прислала эту карточку а не вам хе-хе-хе ну увы ничего не поделаешь у нас все еще есть некоторые обстоятельства из-за которых пока что мы не можем встретиться ну тем не менее ну в результате мы по сути украли ваше дело получается простите наверное нам стоило все таки связаться с вами и сообщить ой да нет ты что такое говоришь не нужно беспокоиться лойд похоже вы действительно очень хорошо поработали а я просто беспокоюсь о той девушке однако да сейчас главная проблема это кия да ну дайте угадаю вы хотите узнать личность этой девочки используя информационную сеть гилдии брейсеров да да именно об этом мы пришли попросить сколько вы берете за подобные запросы а а в этом нет необходимости а в этом нет необходимости в учитывая я на саде морать или на такие работы мы выполняем бесплатно так так я немедленно свяжусь с другими филиалами и попробую что-нибудь разузнать спасибо большое как то вы слишком легко согласились на эту работу ну когда речь идет о таких вещах наш девиз мгновенно принимать решение а кстати говоря расходы на такие запросы покрывается за счет фондов различных которые у нас есть и пожертвований так что не стесняйтесь или не беспокойтесь в данном случае понятно именно такая система призвана помочь гражданам в трудную минуту ну для того чтобы были какие-то результаты придется подождать какое-то время так что думаю где-то через неделю свяжемся с вами этого больше чем достаточно так что пожалуйста я полагаюсь на вас да кстати мы можем взять киютян к себе и присматривать за ней пока что наш фонд также обеспечит все расходы на ее проживание и мы обеспечим всю защиту э верно если вы думаете о ее безопасности может быть это действительно будет хорошей идеей что скажете если дело дойдет до каких-нибудь серьезных проблем то мы легко сможем организовать и убежище за пределами кроссбелла да но да но в чем дело лоид у тебя опять болит живот а а да ну да эта девочка вряд ли родом из кроссбелла и ее безопасность сейчас превыше всего лоид лоид э это не кия послушайте я влажно нам тут было интересно нам тут интересно не хочешь ли ты пожить у нас некоторое время с эстелли остальные а то есть эстелли все остальные вы придете тоже жить в здании где я сейчас нахожусь ну в смысле где она здание спецодела поддержки это не нет мы говорим о том чтобы ты кия пришла сюда жить вместе с лойдом и всеми остальными ну это будет перебор однако вы будете не так далеко друг от друга так что если ты захочешь с ними встретиться то сможешь без проблем тогда ни за что просто кия не хочет разлучаться с лойдом и всеми остальными эли тио рэнди цайт и даже шеф кия ни за что не хочет никуда уходить кия кия вот как ну похоже нас отвергли а лана эстелли чана кодома не фирали о это действительно очень необычный случай чтобы ребенок отверг эстелли наверное ты сейчас в шоке да ну я не то что не могу с этим смириться но да я все-таки немного в шоке такие ненавидят эстелли или что-то подобное но если ей что-то не нравится то не нравится или или будет лучше перевести как ки не нравится факт того что и придется переезжать и . ладно прости наверное это было слишком бесчувственно с моей стороны лойд кун и остальные такие хорошие да и очень сильно их любишь ахаха и я не понимаю так ну я даже не знаю когда она так привязалась к нам это может быть может быть мы просто напоминаем ей кого-то из знакомых из прошлого Я не думаю, что я не помню. Просто у нее сейчас амнезия, и ничего не может вспомнить. Но тем не менее... Я не могу сказать, что я не могу. Мишель, который сейчас займется изучением ее прошлого, может не стоит на этом останавливаться? Специалисту? Да. Да. Есть предположение, что ее амнезия связана с эмоциональным или ментальным каким-то вопросом. Я думаю, что в этом случае... Я думаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Поэтому в данном случае, я думаю, что... ... лучшие эксперты, которые могут вам помочь, это... ... люди из церкви. Но... Э? Действительно. Э? Действительно. Э? Из церкви? Да, да. В Кроссбелле есть современная медицина, но... Да. Хотя в Кроссбелле еще и современная медицина очень хорошо развита. Но когда дело касается... А, блин. Вот в этом смысле. Но когда дело касается все-таки каких-то душевных трав, трав... ... то, наверное, стоит сначала обратиться к церкви. Да, да, определенно. Да, да, определенно. Они очень часто нам помогают. Э? Э? Правда? Да. В частности, вот мне очень сильно помогли. Я не знаю, что это... ... кажется, я не знаю, как в Кроссбелле есть. Это не очень важно, но... Трудно сказать, что... Нет. Трудно сказать, если в Кроссбелле кто-то настолько же способный в соборе, как тот самый человек, который мне помог. Но все же, тебе не вспомнили. Почему бы вам не попытаться обратиться к ним за помощью? Понял. Важно. Спасибо за ценный совет Эй, Кия Дальше мы хотим отправиться в церковь, что находится за пределами города на окраине Ты не против? Хорошо Церковь это место, куда ты приходишь, чтобы просить помощи у богини, не так ли? Тогда пошли Действительно очень энергичная девочка Да уж Ну и раз, вон Эстель, прости заранее Кия не ненавидит Эстель Но... А, да все в порядке Со мной все в порядке Я не расстроена Но если у тебя будут проблемы, то никогда не стесняйся поговорить об этом со своей старшей сестренкой Я обязательно помогу Хорошо Ну, полагаемся на тебя, когда придет этот момент Что-то в последнее время меня очень часто бросают Отвергают Не говоря уже о том, что я даже не смогла встретиться с Киликой Сан, которая была на фестивале Ну, кстати Интересно, почему она вообще пришла сюда? Да Цептианская церковь Цептианская церковь Уже давно Обладает Искусством исцеления тела и разума Возможно, они смогут помочь Киеву вернуть воспоминания Да, я обязательно обращусь к ним О, боже, кот Ладно, он тоже самое говорит Все? Все Так, ладно Думаю, пока что тут можно остановиться и продолжение следует Тоску Посмотрим Это твоя Твоя версия Так О Ариус сейчас находится за пределами города на патрулировании У Скотта выходной О Этот, как его? Вензел, короче Он тоже патрулирует город за пределами А вот Лин и Эолия находятся в княжестве Риэмферии Ну, а Эстель и Йошиа в режиме готовности Так, ладно, все А теперь точно можно закончить и продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова